Перед какими-то энергетическими компаниями, мы помним, были такие практики. Иногда была такая практика, когда и людям прощали какие-то долги. Но, конечно, мы выступали и в прошлом году зарегистрировали законопроект о том, что нужно провести реструктуризацию долгов. То есть это нормальная абсолютно практика, когда есть три участника процесса. Это кто непосредственно должник за жилищно-коммунальные услуги. Это поставщик услуг и государство, правительство, вступают в трехсторонние соглашения о том, какими этапами, как проходит реструктуризация. Потому что задача в чем? Вывести человека на платежеспособность, чтобы у человека была мотивация, чтобы он видел свет в конце туннеля. Потому что сейчас, когда накопились колоссальные долги, то ты понимаешь, что ты из этих долгов не выйдешь, то у тебя нет никакой мотивации платить, потому что тебе субсидию все равно не дают. А если тебе дают график погашения, такая практика и сегодня есть, но только график погашения, когда человек берет на себя все эти обязательства, то ты в этот график все равно войти не можешь, исходя из твоих доходов. И тем самым просто идет паралич системы неплатежей. Но без понижения тарифов, без индексации социальных стандартов и без грамотной субсидиальной политики, реструктуризация, сегодня это до 60 миллиардов задолженность. Понятно, если мы сейчас войдем в сезон, то до конца года это будет 100 миллиардов. То реструктуризация только старого, без внедрения новых механизмов, это ни к чему не приведет. Реструктуризировать старые, тут же накопятся новые долги. То есть здесь сегодня должен быть четкий план. Реструктуризация, новый подход к формированию тарифов, социальных стандартов, субсидиальной политики и уже переход на адекватную, нормальную ценовую политику, чтобы у людей их платежеспроможность позволяла оплачивать эти счета. Потому что, знаете как, в каждой стране хочется себя чувствовать богатой, что мы такие успешные, что у нас все хорошо, и мы сами кому хочешь можем помочь. Это прекрасное вообще настроение. Но все начинается с реального осознания проблемы. Есть такой термин в психологии, насколько человек осознает проблемы. Есть много людей, которые не знают о многих проблемах, тем, с чем мы никогда не сталкивались. И в принципе человек живет спокойно, потому что он ряда проблем просто не знает. А потом есть человек, который знает название этой проблемы, но не знает ее решения. Третий этап, это когда человек знает проблему и знает как это, причину, как бороться с этой причиной. То вот сегодня мне правительство все-таки напоминает, это такая группа людей, которые ряда проблем, просто вот они не знают, не считают нужным, что вообще. Я в домике. Да, я в домике, да. Поэтому, конечно, их программа это такой тест на квалификацию, да, то есть насколько они вообще правопригодны сегодня заявлять о таких высоких целях, которые мы от них слышим. За 12-балльную систему, вот эту программу дилеры, до нас сколько? Пока не допущена к этому квалификация, я бы так сказала. Ну вот сегодня, например, я слышала, что я еще не видела законопроекта, поэтому не могу его прокомментировать, что они приняли законопроект о легализации горного бизнеса. Вот я была одним из авторов, человеку. Хочет принять, так, одобрили на кабине, да. Да, я в свое время человек была головой комитета, я доповидала, была одним из авторов, когда мы запретили горный бизнес. Это была такая жесточайшая война, потому что была масса угроз и предложений по-хорошему и по-плохому. И после этого всегда это была дискуссионная тема, да, то есть все равно у нас же есть нелегальный бизнес, мы же все это понимаем. Что вот нужно бы его легализировать, и тогда и доходы в бюджет будут, и люди заживут хорошо, и все, кому поиграть захочется, будут ходить играть. Но мы тогда настояли на том, что его нужно запретить. И до момента, вот пока сегодня правоохранительные органы не искоренят теневой бизнес, говорить о какой-то новой модели, более креативной существования горного бизнеса в Украине невозможно. Почему? Потому что как только получится законодательная лазейка, что ты как-то можешь легализировать, то уже после этого теневой легальный, вот эта грань, она будет стерта. Потому что каждый раз какому-то там участковому будут показывать какую-то там бумажку, прилагать к ней соответствующее вознаграждение, и тем самым рост теневого бизнеса сразу же приобретает такую геометрическую прогрессию. И поэтому, конечно, сегодня, когда уровень бедности, низчайший уровень доходов, уровень безработицы в стране, да еще и плюс военные действия находятся на таком критическом сегодня уровне, то еще добавить ко всему этому легализацию горного бизнеса, но, вы знаете, это просто какое-то извращение высшей степени, если не сказать грубее. Поэтому вот то, как легализировать игорный бизнес, они, по-моему, нашли вариант. А как все-таки найти программу борьбы с бедностью, то есть вот сегодня мы, к сожалению, на этот вопрос ответа от правительства не услышали. Поэтому мы хотим сказать, дорогие наши правительства, советуем все-таки начинать изучать матчасть, прекратить вот эти турборежимы и экспериментальные режимы, потому что нужно сегодня объединить все возможности для того, чтобы не проводить эксперименты, а реально 2020 год привести к году борьбы с бедностью, дать людям достойные доходы и реальные тарифы. Почули. Дякую. Наталя Королевская была сейчас нашей господи.